Слышите, пожалуйста. Слышите, пожалуйста. Слышите, пожалуйста. В Алеппо возле школы взорваны снаряды, и мать умершему наказывает сыну, тебе всего одиннадцать, не уходи, не надо. Неужто в нашей спешке повседневной мы напрочь связь с природой потеряли, убийства массовые стали незаметны, кого-то где-то просто расстреляли. Научным достижением кичимся, бесполым воспитанием детей. Когда же, наконец, мы отрешимся от убивающих нас изнутри идей? Социология на все дает ответы. Ведь жизнь в итоге всех нас уравнит. Засилье определенного рода людей с ориентацией на планете арабская весна притормозит. У всех народов есть свои святыни, но главное из них – это семья. Подмена этих принципов чужими удачливо не будет никогда. Каким бы ни было желание правителей, каким бы ни было желание народа, оправдана не будет для родителей потеря сына, прерывание рода. Петербург, мы скорбим с тобою, соболезнования прими. Горе общее над Невою отзывается и в Твери. Не вернуть нам уже погибших, пострадавшим не дать покой. Но в сочувствии нету лишних. Петербург, мы скорбим с тобой. Вместе праздновали победу на войне общей мировой. Так и сейчас безучастных нету. Петербург, мы скорбим с тобой. Не разбить продавцам террора ленинградский закал стальной. Охраняет его Аврора. Петербург, мы скорбим с тобой. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Понятие приговора. Да, Ваша честь. Срок и порядок обжалований ясен? Да, Ваша честь. Судебный сестанинский против. Это тот самый случай, когда, опять же таки, можно сказать, проведите праведную жизнь, она хотя бы в суде вам пригодится. Вот тот самый случай. Нет, на самом деле, из того, что есть, сейчас остается только мне одно. Отбыть все, что мне дали, а потом уже, чтобы не смотрели, что я пытаюсь избежать наказания, за свои права бороться.